С городом, радио, Болтком, Утро на Болткове. Мы сейчас будем петь и гулять. Потому что давно поразил. Да, я считаю, уже рождественское настроение. Нет, ну, всё близится к праздникам. Рождественское Рождество, как нас вот учит реклама. Праздник в нашей студии латвийская исполнительница, преподаватель вокала Лера Штейн. Здравствуйте, Лера. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Как поживают латвийские исполнители? Насколько сложной стала жизнь? Горик, кусок хлеба, я не знаю, чем зарабатывают на жизнь в эти суровые ковидные времена? На самом деле, очень по-разному. Ну, в моём случае глобально ничего не изменилось, потому что я, как и продолжаю руководить своей музыкальной студией, но да, конечно, мы на какое-то время перешли в онлайн. То есть, все занятия перешли в формат цифровой, в компьютер, телефон, планшет и всё, что с этим связано. Можно ли научиться? Как это возможно вообще? Ну, я скажу так, это лучше, чем ничего. То есть, каждый сам выбирает, что он хочет. Либо на какое-то время остановиться и прекратить развиваться, либо использовать те возможности, которые на данный момент мы имеем. Поэтому мы приспособились, мы и докупили различные техники, и переделали программы, и сами перестраховались по-разному, но, тем не менее, продолжаем занятия, продолжаем заниматься как с детьми, так и с взрослыми, как групповые, так и индивидуальные занятия. Всё перешло на онлайн-платформы, и, в принципе, происходит вполне хорошо. Для чего идут учиться вокалу люди? То есть, они собираются профессионально этим заниматься или нет? Или, может быть, это хобби? Какие вот причины? Я лично работаю с разными людьми, как с теми, кто занимается этим профессионально, скажем, как и я, включая издание музыкальных композиций, песен, стриминга и так далее, и с обычными абсолютно детьми, которые занимаются этим для развития, для того, чтобы в жизни уметь себя держать, как сказать, не только на сцене, но и в жизни быть уверенным в себе человеком, в общении, в самопрезентации и так далее. Вот что даёт? Умение петь, вокал, хорошо поставленный голос даёт уверенность в себе по жизни? Ну, это как бы следствие того, что мы учимся петь, учимся актёрскому мастерству, учимся управлять своими эмоциями, выходим на сцену, учимся работать с публикой, ведь всё то же самое. А сейчас я прочитаю вам доклад, он очень интересный, я расскажу вам. Но совсем не эмоциональный. Про эмоции меня зацепило, знаете, что, наоборот, считается, что люди творческие, исполнители, они эмоциональные? А вы говорите управлять эмоциями. Да, безусловно, мы, рассказывая ту или иную музыкальную композицию, будь она грустная, лирическая баллада, либо танцевальный хит, мы должны её преподнести по-разному. То есть это не управление гневом, а правильное настроение, преподнесение материала. Ну да, мне здесь абсолютно ни при чём, это больше имеется в виду эмоции, да. Ну хорошо, а с детьми, предположим, разобрались, ты развивает мозг, полушария, эмоции и так далее, и тому подобное. Взрослые зачем идут петь? Очень многие взрослые идут петь просто для себя. Ну потому что в детстве не реализовали, да? А на сцену хочется, так с микрофоном. А в караоке в конце концов. В караоке в конце концов. Соточку выбить в караоке, 100%. Да, вы поёте великолепно. Да, очень многие хотят записать песню в подарок своим любимым, своим родственникам, родителям, парню, девушке, мужу, жене и так далее. Почему нет? Может быть, для кого-то это вообще разовое действие. То есть он научился, сделал какую-то композицию, мы записали её в студии, на этом всё. Кто-то продолжает заниматься долгое время, долгие годы, выходит на сцену, со временем приходит к тому, что тоже хочет записывать авторские песни, например. То есть очень разные причины у всех. В литературе есть такие люди, которых называют графоманами. В вашей сфере нотоманы есть? Ну, то есть приходят какие-то такие полнолунные персонажи, которые говорят, вот я написал гениальную песню, или там хочу выпустить гениальный альбом, я прям знаю, он гениальный. И приходится с ним за деньги страдать. Ну, на самом деле, в моём случае таких не было, потому что я в основном сама пишу свои гениальные песни своим исполнителям. То есть с чужой музыкой я конкретно не работаю, но я уверена, что есть очень талантливые люди, которые нотоманы и пишут крутые песни. Ну, то есть любой человек может запеть. То есть нету такого, что... Я считаю, что да. Никто не отменял физиологию, никто не отменял, что кто-то низкий, а кто-то высокий от природы, естественно. Точно так же и связки у кого-то толстые, тонкие, длинные, короткие и так далее, но в рамках своих физиологических данных может петь любой. Это не значит, что кто-то станет быть не Хьюстен вдруг, а кто-то будет Беля Элиш. Каждый в рамках своих возможностей может петь. А Беля Элиш хорошая певица, кстати. Может, она нашёптывает что-то. Я не могу никак её определить как певицу, потому что я не слышала, как она поёт. Она выпускает крутые... Примерно так она и поёт. Да, музыка хорошая, но как певицу я не могу её оценить. У неё просто есть свой стиль, который сложно оценить. Возможно, она и поёт, но мы не слышали. А как обрести свой стиль? Помогаете ли вы найти? То есть человек приходит и понять, что ему лучше, что ляжет в его данном? Какой стиль музыки, какая манера исполнения? Вы определяете, помогаете найти? Да, безусловно. Ну, конечно, это долгая работа. Это невозможно сделать за один, два, три урока. Это, опять же, какой-то процесс должен пройти, чтобы понять... Ну, это уже должен голос быть хоть как-то поставлен. То есть это не с начинающими исполнителями однозначно. Но у кого-то просто этот стиль уже сразу прослеживается сам. Кто какую музыку слушает? Кто-то слушает джаз, кто-то слушает только попсу, кто-то слушает рок. То есть, безусловно, это какие-то внутренние предпочтения тоже на это играют роль. А в среднем сколько занятий требуется, чтобы... Записать альбок. Вести себя, понять, тянешь, не тянешь, вытягиваешь. Смотря какая цель. То есть, если это профессиональные занятия, то... Цель, скажем так, психотерапия. Ну, психотерапия, это же музыка, она действительно выделяет гормон счастья и так далее. То есть, в принципе, те, кто занимаются просто для себя, это можно поддерживать раз в неделю и потом что-то минимально делать дома по возможности. А если ученик не владеет нотной грамотой? Ну, большинство учеников не владеет нотной грамотой. То есть, это не обязательно? Ну, это же у меня не профессиональная музыкальная школа, это музыкальная студия и продюсерский центр, как мы его называем. Да, то есть, конечно, у нас есть все эти предметы, есть и поп-пиано для вокалиста, и сальфеджио, и так далее. Но, безусловно, не всем это нужно. Битлз не знали нот вообще. Например, и являлись прекрасными музыкантами до сих пор. Являлись ли они прекрасными вокалистами? Остается просто вопрос. Это же гениальные музыканты, это бесспорно. Вопрос у меня... Это команд просто. Да, просто вот подкалывает, сидит вот у меня. Между прочим, вчера, по-моему, 20 лет со дня смерти Джорджа Харрисона. Вот вспомнили ли вы об этом? Ладно, не вспомнили. Господи, 20 лет, как время летит. А Пол Маккартник как бы вспомнил. Еще бы. Я к тому, что... Что еще происходит? Вот ученики, как дальше складывается их жизнь? Вообще какие-то конкурсы, какие-то вот, ну, не знаю, участвуют ли дальше вот в жизни? Да, безусловно, мы... Я, как руководитель, полноценно участвую в жизни своих учеников музыкальной, творческой. Вот буквально недавно мы были на двух больших международных вокальных конкурсах в Москве и в Армении, в Ереване. Очень интересно и посмотреть других исполнителей, и себя показать. В целом мы привезли достойные призы. Одна из моих учениц даже заняла гран-при в своей возрастной категории. Поэтому, да, конечно, международные конкурсы, это имеет место быть. И, слава богу, что сейчас мы уже можем понемножку выезжать за границу, и мы не только закрыты здесь, а себя. Так что, да, но кроме конкурсов еще очень много всего, чем мы занимаемся. Все, опять же, написанием песен для молодых исполнителей. И я сама продолжаю, как артистка, работать и записывать свои песни. А вот вопрос, почему нужны новые песни, когда есть много хороших старых? То есть, вот обязательно ли иметь свой репертуар, свои какие-то песни? Или это можно обойтись исполнением каверов, ну, то есть, вот перепевками старых? Вот где здесь вот какая-то грань? То есть, я к тому, что если человек хочет добиться какого-то определенного статуса, должен ли все-таки он исполнять только чужие песни, или в его репертуаре появляются какие-то вот личные свои, тогда он уже по-другому котируется? Безусловно. Ну, все каверы мы учимся на профессионалах, подбираем под свой голос другие песни, чтобы тренироваться. Но если мы уже говорим о чем-то более серьезном, о том, чтобы позиционировать себя как артиста, то, конечно, мы ждем от артиста свой репертуар. Даже, возможно, он не будет суперпопулярным на начальных стадиях, но, тем не менее, мы хотим слышать артиста, что он хочет рассказать публике, если это не пустые песни без какого-либо смысла, то, конечно, артист интересен, когда он может представить себя, а не только перепеть караоке, каверы и так далее. Безусловно, и каверы можно сделать своими. Вот сейчас на рождественские праздники мы делаем, естественно, онлайн, но концерт полностью переделанных рождественских песен в нашей интерпретации под акустическую версию, под пианино всех моих старших учеников. Целый такой Крисмос-альбом. И тут я задумался. С одной стороны, я, безусловно, с вами согласен, конечно же, это личные репертуары проявляют артисты. С другой стороны, все оперные исполнители перепевают одно и то же. Ну, наверное... Прямо все классические оперы. Ну да, классика и популярная музыка, все-таки, это совсем разные вещи. Это очень разный стиль. Уели. Все, сижу, молчу дальше. У нас буквально осталось несколько минут, а хотим узнать все-таки про новую песню. Несколько слов. Просто представить ее, мы затем ее прослушаем в эфире. Что это? С удовольствием, да, большое спасибо. Песня называется «Буду танцевать». Это я раньше, как вы, наверное, может быть, уже помните, все время пела баллады и медленные красивые песни. Сейчас я полностью стараюсь поменять стиль на как раз то, что, наверное, востребовано и более радийный формат, легкий русский дип-хаус, то, что хотят слышать слушатели. И вот эта песня как раз-таки в этом стиле. Она написана вот... кем? Да, она написана мной. Что послужило источником вдохновения? На самом деле очень много источников вдохновения. Безусловно, и мои ученики, дети, взрослые, подростки вдохновляют с одной стороны, с другой стороны. Это те же песни, которые я слушаю по радио и так далее, на музыкальных платформах. Поэтому нет конкретного дуновения ветра, как я говорю, которое навеяло на меня песни. Нет, я, в принципе, это делаю как работаю. То есть я сажусь и пишу песню. То есть я понимаю, что да, надо что-то выпускать, значит, нужно это делать. Нужно искать тему, придумывать. Представляешь, на свете есть люди, которые по 8 часов в день пишут музыку. А есть люди, которые пишут романы. Так, рабочий день закончился, все, отдыхаю. Так нет, точно так же, как Стивен Кинн, каждый день поднимается к себе в кабинет, и у него там есть какой-то определенный... Он, по-моему, два дня, вот свой день рождения, и Рождество позволяет себе отдохнуть. Все остальные дни у него просто надо выдать на гора столько-то страниц. Я прям завидую. Что ж, переходим к легкому русскому дипхаусу. С удовольствием. Огромное спасибо. Лера Штейн, наша студия. Спасибо. Спасибо. Снова каблуки, помада, больше не звони. Не надо, хватит меня доводить. Фот больше нет в альбоме. Но не ставлю влог, твой номер сброшу, если будешь звонить Я теперь дышу свободно Ты можешь сделать что угодно Я пойду туда, где музыка громко-громко звучит Буду танцевать одна, без тебя Не нужно плевать, давай